Знаете ли вы, что наш стадион должен был выглядеть так, и что фабрика Бьелка одна из первых в городе начала строить дома для своих рабочих. Но обо всем по порядку. Тридцатые годы прошлого века для нашего города были весьма интересным периодом. Руководство Слободского и ведущих предприятий было схоже во мнении. Наш город – это культурная столица края, и что здесь должно все соответствовать этому статусу. Что здесь должно быть только лучше, в том числе и в области архитектуры. Поэтому заказываются очень дорогостоящие проекты, и заказываются они лучшим архитектором советского периода того времени. Именно в этот период у нас появляется, тоже благодаря меховой фабрике Белки, дом культуры имени Горького, который является объектом культурного наследия как памятник стиля конструктивизм. В это время появляется Аврора, которая выполнена по проекту тоже столичного архитектора Соколова. В это же время строятся жилые дома по проекту талантливого архитектора Никиты Ивановича Козлова. Эти фотоматериалы были найдены в Государственном архиве Кировской области. Они связаны с деятельностью архитектора Козлова на территории Слободского города и района. Как случилось, что уроженец Тамбовской губернии, выпускник знаменитого Московского художественного технического института, работавший в команде с архитектором Щусевым, очутился в Кирове. В Москве у него было блестящее будущее. Но время распорядилось по-другому. Началась эпоха репрессий и была арестована жена Никиты Ивановича Козлова. И друзья его предупредили о том, что его путь в архитектуру столичную сейчас закрыт. И тоже возможен арест. Поэтому по совету друзей он переезжает в город Киров, где в этот период формируется мощная архитектурная команда. Творчество Козлова во многом повлияло на облик Кирова. Архитектора называют отцом Октябрьского проспекта. Он заканчивал строительство здания областного правительства и всю архитектурную часть театральной площади, которую мы сегодня имеем возможность видеть. После того, как главный архитектор Громаковский ушел на войну, архитектуру города Кирова и области возглавил Никита Иванович Козлов, который не подлежал призыву, поскольку всю жизнь он страдал тяжелой формой туберкулеза. Творчество этого талантливого архитектора представлено и в Слободском. Это вот Белковский дом, который все знают напротив стадиона. Спроектирован он был в 1938 году Козловым. По заказу фабрики был спроектирован этот дом. Затем дом Козлову был заказан спиртзаводом и кожевенно-обувным комбинатом в поселке Вахруши. Также типовые домики для колхозников проектировались для села Шостаково. Возможно, были и другие дома, но о них информации в архивах нет. Кроме того, еще одно произведение архитектора мы видим каждый день – колоннада на Соборной площади. Именно Козлов предложил воплотить ее для того, чтобы уравновесить архитектурный ансамбль. А вот таким должен был быть наш стадион. Его спроектировали в 30-е годы, но замысел не дала воплотить Великая Отечественная война, а затем и тяжелое послевоенное время. В 1951-м стадион был построен, но вид его был гораздо скромнее, чем на первоначальных эскизах.